Два слова, правда, скажу. На самом деле у меня было уже два выступления и на ежегодном совещании директоров я уже наговорилась. Но тем не менее, поскольку все-таки аудитория для нас очень важная, собрались комплектаторы, то в первую очередь, конечно, я думаю, многие из вас знают научно-издательский центр «Инфраэм» как тоже большой издательский холдинг из 10 издательств, в которых представлена самая разнообразная тематика. В первую очередь мы, конечно, сами издаем отраслевку так называемую, но помимо этого мы, конечно же, огромный книготорг, более 500 издательств-партнеров, поэтому мы активно комплектуем аукционы и прочее, прочее, прочее. Но сказать я хотела, наверное, вот о чем. Для муниципальных библиотек у нас есть очень важный проект, для нас очень значимый, называется он «Энциклопедия знанийум». Многие из вас знают, что, естественно, мы правообладатели электронно-библиотечной системы знанийум.ком, она разделена на несколько модулей, то есть это классическая БС, где лежат учебники, монографии и так далее, нашего издательства и не только. Но помимо этого у нас была возможность сделать проект справочный, скажем так. Он называется «Энциклопедия знанийум». Вот можно о нем почитать. Вот здесь я тоже оставлю брошюрки. Там постатейно разбиты целый ряд словарей, справочников, энциклопедий. В том числе «Энфроэм» издает новую российскую энциклопедию. Уже вышел в свет 19-й ее том, и все они там находятся. Там очень удобный поисковый аппарат. То есть, да, когда мы говорим о каких-то, да, может быть, я не спорю, что будет когда-нибудь национальная какая-нибудь энциклопедия, но как все национальное, это все-таки уступает немножко в сервисах, да, каким-то коммерческим проектам. Я могу точно сказать, да, вот если уж у меня есть возможность сказать про «Энфроэм», например, издательство «Энфроэм» не дает своей книги, ни в «Энфроэм», естественно, никуда. Мы очень боимся того, что «Энфроэм» у нас что-нибудь попросит или заберет. Объясню, почему. Мы даже, вот я так кощунственно, может быть, скажу, открою вам страшную тайну, мы не отдаем обязательный электронный экземпляр, несмотря на то, что мы рассылаем все возможные обязательные печатные экземпляры. То есть мы его даже перевыполняем. Мы отдаем печатные книги, безусловно, даже в МГУ, хотя сейчас для издателя это не обязательно. Но мы не понимаем, что может «Энфроэм» сделать с нашим электронным обязательным экземпляром. Поэтому я уже говорила об этом в Крыму, но и скажу сейчас. Мы этого не делаем, да, естественно, все наши электронные книги есть только в нашей ФБС, потому что для издателя это очень важно. Вот эта вся цифровая экономика, она будет работать только тогда, когда она будет правильно встроена в голове наших читателей, и в том числе библиотекарей. Почему? Потому что на подготовку книги, да, особенно если это касается отраслевой литературы, если это какая-то качественная монография, я говорю про качественную все-таки литературу, мы же хотим, чтобы у нас было качественное образование, наука, да, на подготовку такой книги уходит много-много-много тысяч рублей, на самом деле. Ну, где-то в районе 100 тысяч рублей на подготовку одной книги, да. И для того, чтобы ее издать, у нас тоже есть своя типография, безусловно. И вот эта разница между производством печатной книги и электронной в нашем случае составляет 20%. А теперь представьте, что средняя стоимость печатной книги, ну, это даже не 400 рублей, это гораздо больше, да, то есть там 600, 800 рублей. И сколько стоит электронная книжка? Да, 3 копейки. То есть все эти подписки на ЭБС, особенно для публичных библиотек, это действительно 3 копейки. Поэтому, если мы захотим действительно уйти в цифровую экономику, то нам нужно понимать, что электронная книга не может так дешево стоить. И если она будет так дешево стоить, то через пару-тройку лет нам, ВБС, нам, издателям, положить будет нечего. Потому что нам не на что будет издавать новые книги. И поэтому для нас как бы очень важно, да, что мы можем работать с публичными библиотеками, что мы можем поставлять им книги, да, у кого есть такая возможность, по исключительным правам, да, покупать по счетам. Мы активно участвуем в аукционах, потому что для нас продажа печатной литературы, ну, к сожалению, несмотря на цифровую экономику, для нас это жизнь. И как только библиотека перестанет покупать печатную литературу, все наши чудесные проекты, энциклопедия, у нас есть чудесный discovery service, поисковик, да, он агрегирует ресурсы открытого доступа, и более двух миллионов документов, вот сегодня Ринсел, она тоже об этом упомянула, представлено, да, в этом проекте. Они бесплатные, но как только мы перестанем выпускать, да, и продавать печатную литературу, все эти проекты, которые для нас являются инвестиционными, они, естественно, заглохнут. Вот. Поэтому, конечно, да, мы рады, что они у нас есть, но, тем не менее, мы очень рады и за то, что, в отличие от вузов, сейчас все-таки муниципальные библиотеки покупают печатную литературу. И мы, конечно, в первую очередь, очень бы хотели работать именно в этом направлении, да, а уже затем представлять свои проекты по электронному книгоизданию, потому что это следствие, да, это следствие того, что у нас есть. Вот. Поэтому спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, как по печатному, так и по электронному комплектованию, задавайте. Я очень надеюсь, что совместно с ЦБС Калининского района, Анастасия Алексеевна сегодня здесь, мы сделаем, может быть, в декабре или в январе выставку нашей печатной литературы, да. И я буду, ну, хотела бы вас всех, да, комплектаторов туда пригласить. Мы расскажем о том, как мы работаем. Вот я надеюсь, что это наша не последняя встреча. Спасибо вам большое. Да, на все вопросы я готова в куларах ответить. Спасибо.